Противодействие американскому вторжению в Сирию и предоставление политического убежища Эдварду Сноудену заставило западный мир по-новому взглянуть на Россию. А западные журналисты все чаще называют Путина не кровавым диктатором, а национальным лидером. Американские политики тоже не остались в стороне. Откровенный русофоб и идеолог холодной войны Збигнев-Бжезинский давно известен своими агрессивными высказываниями. Если русские будут настолько глупы, что попробуют восстановить свою империю, они нарвутся на такие конфликты, что Чечня и Афганистан покажутся им пикником. Мы уничтожили Советский Союз, уничтожим Россию, шансов у вас нет никаких. Россия это вообще лишняя страна. Православие главный враг Америки. В своей новой книге «Стратегическое прозрение» Бжезинский прямо говорит, если Западу не удастся заключить долгосрочный стратегический союз с Россией и Турцией, то это может обернуться для него глобальной изоляции. Настоящий фурор в западном мире произвела недавняя статья Владимира Путина, опубликованная в газете New York Times. В ней российский президент открыто обращается к американскому народу и критикует агрессию правительства США в отношении Сирии. Эта статья вызвала огромный общественный резонанс, а также изменила отношение рядовых американцев к Владимиру Путину. Путин прав. Мы не исключительны. Это просто продвигаемая обама пропаганда, отделяющая нас от народов остального мира. Мы должны осознать, что мы все взаимосвязаны и едины. Путин призывает США не начинать военный удар по Сирии, утверждая, что военное вмешательство во внутренние конфликты других государств становится обыденностью для Соединенных Штатов. Грустно, но это полная правда. Забавно понимать, что Путин делает для защиты Америки больше, чем наше собственное правительство. Я снимаю перед ним шляпу. Путин выглядит хорошим парнем, а наш президент выглядит дураком. Ого, чем больше я читаю и слышу о Путине, тем больше я впечатлена. Вот так Путин положил конец Абамовской войне. Путин, который является бывшим сотрудником КГБ, остановил лауреата Нобелевской премии мира от начала войны, в которой погибли бы тысячи. Забавная история, не правда ли? Я полностью поддерживаю кандидатуру президента Путина на Нобелевскую премию мира в этом году. За его неутомимые попытки помешать одной нации негодяев начать абсолютно неспровоцированную войну. Ну и куда же без негативных комментариев? Мне очень интересно, как эта американская свободная пресса настолько свободна, что диктатор Путин из коммунистической страны может спокойно критиковать Америку и ее лидеров. Но если бы российский гражданин сделал бы то же самое в своей стране против российского правительства, он был бы арестован, а все сотрудники газеты потеряли бы работу и были посажены в тюрьму, манипулируя своей собственной страной Путин. Путин совсем не прав. Мы исключительны. Господь, благослови Америку. Таким образом, Сирия стала для американцев серьезным препятствием, а журналисты всего мира уже окрестили действия России как новую дипломатическую победу.